А вот полба в ряду других культур у вас, это по рентабельности, что можно сказать, что полба это такого же уровня рентабельности, как и остальные, у вас по сути дела все нишевые культуры. Вот полба какое место занимает? Ну, полба для нас это стратегическая культура, потому что из нее печется хлеб, как минимум. А дальше это хлопья, каши, с рожью, а просто полбиной. Ну, используется практически везде. Три культуры, рожь, полба, спель, да это основные. Грубый полбой. И кормежка отходами птицы, потому что полба для птиц это первое блюдо. Какие еще есть вопросы? Что касается вредителей по полбе, кто основные вредители? Ну, знаете, вообще, как пришли к полбе. Мы в 2010 году, когда только начали заниматься бионаправлением, посеяли обычную пшеницу. Тогда еще были сорта краснодарский миростан, краснодолы, я помню, мы их использовали и столкнулись. Неинтенсивные. Да, они неинтенсивные. И столкнулись с чем? Да, с тем же набором вредителей, которые есть в основных производствах, в интенсивном. Это, в первую очередь, клоп. С ним бороться крайне тяжело. Мы с вами работали препаратом Бекол, помните, мы приобретали. Один год он сработал, второй год он не сработал, но мы пришли к тому, что что-то с этим надо делать. И выбор на нее пал почему? Потому что она также пленчатая культура, а в колосках ее клоп не прокусывает. Поэтому мы перешли к ней. То есть мы ушли от этого вредителя. Да. И в принципе... Вот да. Клоп черепашкой здесь вообще не идет, да? А он замечательно. По-другому выглядит, потому что здесь предшествие не клен. Здесь можно, это, да, ну, не совсем, конечно, самые лучшие, да, условно лучше, но другой. Поэтому здесь у нее габитус повыше. И вернемся к вопросу о уборке, вы задавали. Для того, чтобы как-то бороться с сорняками, потому что они в любом случае на поле присутствуют, мы работаем только лишь с двухфазной уборкой. Это свал и подбор волков. Соответственно, волки полежат, две сорняки, которые в них есть в массе, он подсыхает, и это не, как бы, вопросов в обмолоте не возникает дальше. Семена сорных растений, которые однозначно попадают в ворох, они отбиваются на первичной очистке, ну, и, соответственно, дальше на подработке семян. Ну, и, в принципе, всего материала. Дальше вы можете оценить... Таким образом, полку только убираете раздельно? Нет, все практически. Все практически. Потому что при неиспользовании гербицидов везде есть сорняки. Единственное, мы рожь однозначно молотим на прямой, потому что эта культура склонна к высыпанию. И если мы ее свалим, будет очень много потерь. И проблем с жадками на свал нет? Вот как сейчас многие беспокоят. Нет проблем ни со свальными жадками, ни с подборщиками. Это оборудование продается. Ближайшее. Росельмаш это все выпускает. Мы, собственно, на этой технике и работаем. Уборка проводится в комбайне Минихоланд. Мы переоборудовываем немножко парк техники. Раньше работали на Росельмаш. А красотуру мы сейчас. Переходим на Нюхоланда. Более бережный обмолот, более производительная техника. Не ломается. Хорошо. Скажите, у вас массив не меняется? 450 гектаров? 408. Это только под биопродукцией, да? Да. Перемещается? Нет, нет. Это вот у нас стационарность и в оборот. Пока, ну, при необходимости мы эту площадь будем увеличивать. Но за рамки этих полей не уходит ни био, ни интенсивка туда не заходит. То есть это как это отдельное обособленное предприятие. А площадь под полбой у вас из этих 408 какая? В этом году не очень большая, потому что был запас прошлых лет. То есть по структуре потребление посчитали, что в этом году нам достаточно будет 15 гектаров. На том участке были там 7, здесь 8 гектар. А иногда это до 100 гектар увеличивается. До 100 гектар может увеличиться под полбой. Полба хорошо хранится, получается, да? Вот вы можете прошлогодний запас использовать. Да. Ну, это злаковая культура. Они, в принципе, хранятся в зале же. В пирамидах, в кувшинах запечатанные находят. И она даже дает проростки. Поэтому проблем с хранением особых нет. Ну, поскольку это редкая культура еще у нас, то скажите, вот при какой влажности ее убирают? Так же, как и пшеницей? Да, стандартная влажность 14%. Ну, ясно. Нет, 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 нет. Насколько поддержаны зерновальные кассеты? Да не высырают, но увалили. Виопрепараты. Смотри, удержать, вы полезли. В этом году да, однозначно. Ну, вы видите, что сейчас, вот если посмотреть на зерновку, мы один на колосочек оторвем. Так он зашел с 9 метров крепко. То есть вот зерновочка. Молочная спелость, видите, выдавливается молочком. То есть ей буквально еще, ну, две недели, и она будет готова к уборке. Я думаю, это первые числа июля. Ну и, соответственно, вы посмотрите на поле, да, что здесь, нет, они в той или иной степени присутствуют на растении всегда. Но насколько они будут развиты, да, ну вот нижние листья начинают уже отмирать. Это как бы естественный процесс. Верхние два листа, которые работают на формирование урожая, на налив зерновки, они живые, они работают. То есть в данном случае, вот, тут даже задача один лист сохранить на налив. Здесь их два. То есть, по-моему, все замечательно. Вы наблюдения ведете по болезням? Ну, однозначно, да. Болезни, в принципе, стационарные. Септориоз, мученистая роса может присутствовать. Достаточно было биопрепаратов, что присутствует? В этом году достаточно более чем. То есть препараты подобраны, они сработали нормально? Они сработали нормально. Вместо химии? Однозначно. В те годы, когда эпифитуте чуть побольше, и фитосанитарная ситуация похожа, но где-то проскакивает заболевание, и не всегда биопрепараты могут справляться. Но, в принципе, наличие этих заболеваний, ну, несколько выше ЭПВ, поэтому с этими можно мириться. В какой-то степени урожайности мы понимаем, что организация производства чревата тем, что урожай меньше, а зато качество? Зато качество другое. А скажите, по затратной части, вот если сравнить с пшеницей по традиционной технологии, что приходится вкладывать в гектар полбиной? Ну, если возьмем абсолютными цифрами, сумма прямых затрат на озимой пшеницы получается примерно 15-16 тысяч при интенсивном возделывании. Это с применением, ну, понятно, что все обработки, питание, удобрение, защита растений, но здесь уровень затрат укладывается примерно в тысяч в 6-7 максимум. Вот так вот, да? Это с учетом биопрепаратов? В тысяч в 6-7. С учетом биопрепаратов, да? Всего. Да, но урожайность по озимой пшенице у вас центнеров сколько? 60? Ну, дошли мы до урожайности в среднем 62 центнера на гектар. Это было буквально 2017 год. Потом, как и везде, пошла просадка. В 18-й хуже, порядка 37 центнеров. В 19-м уже под 45. Это средняя урожайность. В этом году... В среднем пятилетии? Да. Но по этой культуре урожайность в среднем колеблется 30 плюс-минус. В зависимости от годов. То есть в полтора раза меньше где-то, чем на пшенице? Нет, где-то и в два раза меньше. Но, соответственно, затрат здесь также меньше. Ну, а затраты в два с половиной раза меньше получаются, да? Да, интересно. Но большая проблема вот в этой культуре, если мы озимую пшеницу обмолотили, положили в склад, то здесь эта культура молотится колосками. И чтобы из нее получить зерно, надо еще очень много сил приложить для этого. То есть это однозначно шелушение, это разделение вороха, это выделение зерна. Получаем дробленку, необходимо что-то придумывать. С дробленным зерном что делать? Но мы разобрались куда-то. Ну, цена реализации пшеницы значительно ниже, потому что это уйдет в всю переработку. Да. А она, кстати, вся у вас, только в переработанном виде. Зерном вы не реализуете ничего. Нет, ну есть оптовые. Крупы, только мука. Нет, есть также оптовые продажи. А, есть оптовые продажи. То есть, да, отгрузки, фурами уходит продукция. Ну и ценник там... А цена тоже в 4 раза выше, чем выше? По сравнению с пшеницей тоже в 4 раза выше? Не в 4. На килограмм полбы. Нет, это зерно, зерно. Полбы. 52 рубля. 52 рубля. Оооо. А сенна все время свои используете? Да. Где-то оберетивно? Свои. А на полбе есть, вот как на обычной пшенице классные? Репродукция какая-то. Репродукция какая-то. Не-не, я имею в виду, получается по качеству. Ну, средняя кликовина по полбе получается в районе 32-36 рубля. Ничего себе. Кликовина, да. Это как сильное зерно, да? Сильная пшеница, да. А касаемо репродукции, да, Татьяна Витальевна, мы работаем методом отбора лучших зерновок. То есть, мы можем разделить зерно, ну, понятно, что по размеру, по механическим признакам, да, размер, по весу. И по цвету. По трем физическим признакам идет подработка продукции. То есть, мы убираем все лишнее оттуда. Оставляем только те зерновки, которые нам нужны. Средняя часть колоса. А, средняя часть колоса. Интересно. Получается, вы все время и литый сидите? Супер и литый. Супер. Ну, вот разделение по, как по пшенице, там первая репродукция, вторая, третья, по полбе этого нет. В общей классификации это есть. Но, ну, это также зерновая культура, районированная по, по, по пяти регионам, да? Вот. Также есть, ведется и селекция по ней. Но для того, чтобы получать свои чистые семена, мы используем вот такой подход. То есть, мы отбираем лучшие семена каждый год. И их высеваем. И вы стараетесь свои семена селить, да? Только свои. Только свои. А почему? Почему? Органическая привезда. А, да, да. Органическая семена. Но, тем не менее, вы когда-то покупали же? Ну, когда-то покупали, да. А через сколько? Надо конверсию три года выдержать? Нет. Там, да, полгода. То есть, мы купили семена, там, суперэлиту, мы получили семена уже в био, потому что она, семя, оно дало проросток и оно разложилось. Его, в принципе, в почве уже не найдешь. К сожалению, есть вопрос, который необходим по регистрации именно семена, как семена, потому что они, мы не можем им присвоить категорию семян какую-то, потому что нет первичных документов, для этого нужно регистрировать. Но размножать можно, как несортовые, потому что ну да, они идут как несортовые. Пока нет таких предложений, которые мы имели. То есть, те же краснодарцы, они сегодня предлагают институты, они предлагают семена, но они не произведены в организме. Сейчас с вступлением закона о организме производства, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе. Начали выращивать ее, по-моему, в 2011-м завели. 9 лет, да? Да. А вот, ну, выбирая лучшее и лучшее, сейчас урожайность выше, это заметно? Ну, для того, чтобы понять, заметно это или нет, необходимо посеять что-то рядом и понять, есть какая-то разница между ними. Не, я имею в виду по годам. Каждый год индивидуальный, поэтому... Ну, растет урожайность по поводу или нет? Да, с повышением уровня агротехнологии, конечно, она растет. Но каждый год уносят свои коррективы. Если это засуха, то она не вырастет. А в среднем, вот, начинали, допустим, с 20-ти... Да, движение вверх есть.